Здарова, мужики и данные! С вами Старпер и сегодня я расскажу вам об игре Dead Pixels. Несмотря на то, что количество игр в зомби-сеттинге превышает все мыслимые пределы, у Dead Pixels есть чем порадовать даже случайного игрока, а уж для поклонников жанра это однозначный must-have. Не слишком замысловатый сюжет, вещающий о токсичных отходах, ставший причиной зомби-апокалипсиса, и одиноком выжившим, пытающимся спастись из обреченного города, забывается уже через несколько секунд после завершения интро, а на первое место выходит непосредственный игровой процесс. Игрок, управляя тем самым одиноким выжившим, должен пройти от 10 до 30 улиц, в зависимости от сложности, заполненных хордами кровожадных зомби. Упокойные мертвяки активно оставляют после себя твердую валюту, которую игрок волен потратить либо на улучшение своих пассивных навыков, либо на покупку многочисленного оружия. Если рыночных отношений кому-то недостаточно, то всегда можно залезть в брошенные дома в надежде найти в них что-то полезное. Довольно неспешная поначалу зачистка кварталов быстро набирает обороты и уже через несколько улиц бросает на игрока настоящие полчища ходячих мертвецов разных видов и обладающих разными способностями. Встречаются и боссы, которые могут не только лично навалять неосторожному игроку, но и изменить способности ближайших к ним зомби, что привносит сражение с ними в дополнительную тактическую глубину. К счастью, заполучить хорошее оружие не так уж сложно, так что главный герой не выглядит здесь беспомощным мальчиком для битья, а улицы Нью-Йорка, где происходят действия Dead Pixels, очень скоро привлечаются в настоящую кровавую баню. Стоит отметить, что игра одинаково увлекает на любых уровнях сложности, даже на легком, не становясь унылой и скучной прогулкой среди тупоголовых мертвяков. Но я бы все же рекомендовал играть на сложном или сложнейшем, так как именно на них Dead Pixels максимально раскрывает свой потенциал. Для тех игроков, кто прошел основной режим в Доли Поппере, разработчики подготовили еще два, фактически три. The Solution – продолжение основной истории, но со значительно измененным геймплеем и разными персонажами на выбор. И Last Stand, в котором можно пережить как можно большее количество волн мертвичин. В Last Stand, в свою очередь, можно проходить двух вариантов. Time Attack – максимально быстро уничтожить шесть волн зомби, а также Survival – обычное выживание. В общем, Dead Pixels действительно способна увлечь всерьез и надолго, а если задаться целью выбить все достижения, то приключения в городе мертвых может растянуться на десятки часов. И еще столько же можно потратить разыскивая многочисленные отсылки к зомби-тематике в кубкультуре, начиная с улицы Вескера и заканчивая достижением за убийство именно 1968 зомби. Подытоживая, Dead Pixels – это маленькая жемчужинка среди тонн инди-говна, наводнившего Steam и другие площадки последние годы. Именно такие игры поддерживают веру в то, что маленькие команды по-прежнему способны создавать маленькие шедевры, не вкладывая в них огромных бюджетов. В общем, игру я вам всячески рекомендую. Кстати, скоро выходит вторая часть и выглядит она действительно круто. Главное, чтобы разработчики сохранили все то, что сделал оригинальный Dead Pixels настолько крутой игрой. С вами был Starper, спасибо, что досмотрели до конца, увидимся в следующем выпуске. Всем пока!